Примеряем новый листик, это вторым слоем пойдет сюда под капот. Это пожестче, это помягче, вот и потом станет поплав. Да, его можно руками, ну так пройти, чтобы он промялся, вот он прекрасно себя ведет в кармон, а потом у них. Ну да, такое бывает, куда-то немножко и наискать. Сейчас его пригладить и все будет. Вот, называется, сделай. Вот тебе я без шума. В первый раз. Ничего, когда-то мы все в первый раз делаем. Объяснили, показали. Ну все, ударь. Ну а у нас тут мы воюем совмятин. Тут не так уж и много, в общем-то. Бывало и побольше. Дошел ход. Вот здесь у нас крыша немножко крашена. Попытаюсь сейчас снимать. Рисочка видна. Ну вот здесь зона ринта, она подкрашена. Вот они, риски видны. Значит, клей в таких моментах используется. Я не пользуюсь, стараюсь тем, что, в принципе, вот мы видим, да, я постараюсь сейчас резко снимать. Вот мы видим края ремонтные. Вот это оконтуривание произошло. Это как бы на краях. Вот. И здесь же у нас вмятинка. Давить его только лишь буду вот таким крючочком. С такой мягенькой. Насадкой, да? Нахлобучкой, да. Мягенько-мягенько его поднимать. Нянчить его подольше, чтобы его не полопать краску. И тут зона ремонта, она как-то вот по крыше идет. Хотя, не пойму, вон там. Да, надо быть внимательным. Хозяин говорит, непонятно что-то. Падало вот сюда вот. Да, падало в другое место, вот в этом, на крыше. А здесь зона ремонта видна. Кто в малярке занимался, знает, что это такое. Так что будьте внимательны. И не надо допускать ошибок. Клеем дергать такие виды. Лучше, в конце концов, одну, две и три даже вмятины оставить там. Ничего страшного. Чем взять и испортить все. Вырвать краску и потом что? Перекрашивать крышу всю. Вариант такой, что вариантов не называется. Лампочка, конечно, мне не дает снять. Глазом-то я вижу. Вот это оконтуривание. Сейчас, может, наведется. Ну, не в этом глазом-то я вижу, как бы, не важно, что я камеру не могу заснять. Ну, в общем, вывод такой, что надо работать аккуратно. Иногда попадают машины крашеные или подкрашенные. Вот. И потом с ними можно очень легко попасть в неприятность. Ну, неприятность какую? Напереком. Как бы, страшного ничего, но и ничего хорошего. Хорошего нет, да. Вот такая вот маленькая ремарочка. Вот мы тут и работаем, развлекаемся и музыку ставим. Вот, вмятины потихонечку правятся. И между делом заклеился капот сам по себе. Теперь можно просто взять и поставить на него попуну. Вот теперь какой он. Очень мягенький, приятный на ощупь. Вот. И все. Вот такая вот наступила красота. Сам капот мы уже сделали. Он тут весь ровный, блескучий. Вот. Все красиво, все хорошо. Вот. Теперь надо его просто собрать до кучи. Вот. Поверь, липсы родные. И все, и забыть. Вот так. Вот хозяин. Первый раз, первый класс. Все получилось. Все получилось, все хорошо. Ничего тут сложного нет. Да, вон, рабочий стол. Вот инструмент. Линейки. Рулетка. Маркер, рулетка и ножик. И руки, и желание. И все. И вся тебя бесшумка. Ну да, первую мы прикатывали колесико. В предыдущих видео это видно. Так что ничего сложного нет. Можно самому. Ну там технические таблички могут. Наношите. Ну что, вот. Наша попона. Вот они. Климовые. Вот. Сейчас покажем одну клипсочку. Клипсочки, конечно, хорошие, красивые, но снимаются неплохо. Да, поэтому куплены были вот такие новенькие. Почем они? 20 рублей штука. 20 рублей штука. Ну все вперед. Вот. Надо ставить. Все по местам. Куда? Убегает. Убегает. Да сейчас. Куда там она? Никуда она не убежит. Вот все. Никто не убегал. Сейчас это чисто вопрос. Пройти. Дело техники. Да. Пройти и все. Их всех клацнуть. Вставляются. Ну да. Без проблем, собственно. К сожалению, автопроизводители считают нужным производить это все одноразово. Чтобы потом покупали. Чтобы потом покупали новые. Вот. И причем интересно бывает. На одной машине, допустим, сзади клипсы съемные. То есть многоразовые. Там ем. Или еще что-то. Что можно снять и поставить аккуратно. А впереди, допустим, вот здесь. Вот. Либо наоборот. Впереди там какие-то клипсы. Сзади не съемные. То есть которые надо сломать, чтобы снять. Ну вот. Мыл машинку. Она красивая. Смотрим, как говорится. Где-то были тут вмятины. Вот. И по стоечкам тоже было. И крыши. Все тут было. Конечно, не в таких объемах, как вот мне попадались там машины, когда крыши по 400, по 500. Тут поскромнее, слава богу. Вот. Ну, тем не менее, осыпанная была. Вот. Все-таки мы нашли. Где там на двери? Еще одна. Вот на двери. Здесь. Да, вот она. Вот она, вижу. И две ноты с задней. Сейчас надо залезть, посмотреть, если что сделать. Да, вот она. Вот она одна. Вот она вторая. Видны куточки. Сейчас мы постараемся доделать. Ну, а так, в общем-то, все гуд. Все гуд. Вот. Отдефектовал я тут. Пару-тройку мест подправил. Кое-где видел. Как говорится, нюансики там, там, там. И теперь вот. Хозяин уже со знанием дела. Угу. Вот. Собирает. Да. После переднего капота уже опыт есть. Все красиво, аккуратно получается. Вот. И сейчас следующим слоем еще одну шумочку. И можно все собирать. И багажник сказать, что гал. Вот такая красота. Вот он. Стол рабочий. Опять же, инструмент. Вот. Рабочий чертеж крыши. Куда-чего из Канада. Да. И все. Ну, так режется, отмечается. Накаточкой закатывается. Вот. Наш фен. Феном прогревается. Специально его... Почему? Потому что, что... Такая фигня, если падает, она и разбивается. Вот. Я приучил себя к тому, что лучше на пол. Жить хуже не будет. Ему уже падать некуда. Потому что, вот так. У детских мальчиков, они раз в неделю эти фены покупают. Я им говорю, что вы на стол. Вот. Либо подвеску. Вон, подвесочка. Там же есть подвешки. Угу. Ну, в общем, так. У кого не доходит головой, дойдет через руки. Ну, вот. Продолжаем обешумку. Вот она, вторая часть у нас. Изолит. Все красиво. Все хорошо. В принципе, багажник можно уже по пону ставить. И ездить радоваться. Теперь уже, как бы, шумка более полная сделана. Звук такой глухой. Получше стало в машинке. И потеплее, и получше. Вот. И соната тоже делается. Сама по себе. Сама на себя режет и наклеивает. Вот так на поток шумку. Это первый слой. Вот. Второй у нас будет мягкий, теплый. Вот. И еще тут, как бы, интересно получилось, между крышей и вот этими усилителями, почему-то нет шумной мастики нигде. Они просто стоят, как бы, в воздухе с определенным зазором. Но мы посоветовались и решили немножечко, так сказать, потом обработать. И шумной мастичкой хат. Что самое интересное, вот здесь вот шум. Вот он. Сейчас я включу. Там есть мастика. Вот. С завода почему-то посчитали нужным промазать вот это все мастикой. То, что тут не скрывалось однозначно. Вот. Мы первые сюда везли. Вот. И почему-то вот этот стык обработан. Здесь же нигде. Вот. Мы не видим и депельки шумной мастики. В других автомобилях она и есть. Тут почему-то, может, забыли. Или того, что русской сборки. Вот. Скажут, и так пойдет. Ну, вот. Потихоньку. Вот такими кусочками с накаткой. Вот она накатка у нас своеобразная. Вот хозяин берет и делает. С пистолетом. Да. С волшебным феном все делает. Вот. Остался еще один случай. Ну, вот. Мы доделали крышу шумной мастичкой. Везде поподмазали где надо было и не надо. На всякий такой случай. И теперь, собственно, надо собирать. Дошел ход до рукомойника. Это потому, что все на своих местах стоит, работает. Все везде. Резиночки, дрезиночки. Все везде. Салон собрался. Уже проверили все. Вот. И тут и так. Пьем чай. Теперь уже можно выпить чаю. Да. Можно выпить чаю. Правда, бубликов нет. Ну, ничего страшного. Вот. Все на своих местах. Вот. И смотрим Мишку Япончика. Классный фильм. Советую. Пусть. Редактор суб Şернии Лосева. Продолжение следует...